Дорогие друзья, хотел немного поговорить о прошлом видео относительно нанесения толстого слоя обычной гипсовой штукатурки. Я говорил о том, что можно наносить в два слоя. И много было обсуждений, в частности, вот вы в комментариях писали. То есть много нюансов, много моментов, с которыми где-то я с вами согласен, где-то нет. Вот, также много было споров. Вот вы друг с другом спорили. Вот, то есть такое бурное обсуждение было. Вот, я не хочу, чтобы вы ругались. Но на самом деле этот вопрос очень важный. Вот, поэтому я хотел внести еще одну ясность. По какой причине такое происходит? Почему мнения разделились? На самом деле в этом виноват сам завод. Точнее заводы, изготовители. И почему я так говорю? Потому что в данном случае я рассмотреть хочу КНАУФ-технологию и технологию ВОЛМА. Технологию ВОЛМА. То есть в той, в другой технологии есть определенные моменты, определенные нюансы, которые будут говорить о том, можно или нельзя это делать. И где-то они могут противоречить друг другу. Вот, так что если кому интересно, обязательно досмотрите до конца. Вот эти все моменты будем по технологиям пробегаться. Вот, хочу вкратце сказать для тех, кто первый раз смотрит такой ролик, чтобы не пересматривать предыдущий. То есть разговор был в том, что можно наносить... То есть обсуждалось два варианта. Первый мы наносим сразу два слоя. То есть первый слой мы дожидаемся, пока он схватится, либо на следующий день. Но при этом он влажный. Штукатурка еще влажная, до конца не высохла. Потому что до полного сыхания может неделя пройти. То есть полностью, когда он станет сухой, сухая штукатурка, потом наносим второй слой. Вот, мы не дожидаемся и наносим второй, пока он еще влажный. Объясню дальше почему. Почему. То есть я постараюсь аргументировать это. И второй момент, когда мы наносим сразу мокрое по мокрому. То есть вот эти вот два момента сейчас дальше обсудим. Ну а третий момент относительно того, кстати тоже рассмотрим, что когда полностью высохла штукатурка, вот неделя прошла, допустим, и вы наносите уже второй слой. Как это сделать правильно и как советует уже непосредственно сам завод-изготовитель. Он об этом четко говорит. Вот. Так что давайте по порядку. Начинаем рассматривать Волма. Завод Волма это гипсовый завод. В частности он производит Волма слой. Это гипсовая штукатурка. Вот. Область применения до 6 сантиметров максимальная. Рекомендованная толщина от 5 до 3. От 5 миллиметров до 3 сантиметров. Вот. Что здесь хотел обратить наше внимание. То есть понятно, но вообще многие пишут, зачем такие толстые слоя. Я соглашусь. То есть это перерасход материала. То есть проще собрать либо из гипсокартона, либо там снести перегородку заново другую сделать. Да. Там из того же гипсолита, из того же газобетона, там ну кто, из того же кирпича. Вот. Потому что на самом деле такие толстые слоя смысла нет. То есть вот до 6 сантиметров. Да. Вот. Смотрите. Область применения. Основание какое должно быть? Гипсовые блоки и плиты. То есть о чем это говорит? О том, что если у вас уже идет гипсовая поверхность, вы можете по ней штукатурить. Это, в частности, вот была мысль про гипсолитовые блоки. Да. То есть которые заливаются. Можно ли штукатурить? Да, можно. Что для этого нужно делать? Дальше поговорим. Следующее. То есть это я к тому, что можно гипсовые поверхности штукатурить. То есть, допустим, вы нанесли штукатурку, допустим, где-то что-то неровное, вы потом уравняете этой штукатуркой вторым слоем. Это можно делать. Но нужно соблюсти определенные моменты. Дальше. Смотрите, какое должно быть основание. Вот здесь вот ключевой момент. И этот момент очень важно понять. Чтобы увидеть, почему путаница. Смотрите. Основание должно быть сухим. Вот. То есть прочным, очищенным. Это дальше нам неинтересно. Сухим. Следующее. Следующий абзац. При работе без грунтования поверхность необходимо предварительно смочить водой. Вот как вы считаете, здесь какая-то есть согласованность? То есть, с одной стороны пишут, основание должно быть сухим. Дальше написано, предварительно смочить водой. То есть, если вы не хотите грунтовать. Вот. Так что, вот давайте полностью прочитаем. При работе без грунтования поверхность необходимо предварительно смочить водой и дождаться полного высыхания. При работе с грунтованием использовать грунтовку соответствующую типу поверхности. То есть, смотрите, о чем идет речь. То есть, влага не должна быть сверху поверхности. То есть, сам гипс должен быть влажный внутри. То есть, дождаться полного высыхания. Смысл понятия, да? То есть, он как бы сверху высыхает с поверхности. Но при этом... То есть, смысл какой смачивать водой? Вот как я в прошлом видео говорил. Это смысл в том, чтобы у вас верхний слой. Я, кстати, по окнау в технологии, когда буду проходить. Там это написано. Чтобы он не... Там такое умное слово. Ну, типа того, что не иссушался. Не... Забыл это слово. Ну, ладно. То есть, чтобы он слишком быстро не терял влагу. Второй слой. То есть, вот для этого мы смачиваем. То есть, а если получается, мы смочили водой, да? Смысл в этом. И при этом у нас написано, что поверхность должна быть сухой. То есть, уже какая-то несостыковочка. Вот как минимум. Вот я считаю, вот в этом уже идет путаница. То есть, очень многие, когда штукатурят гипс по гипсу, смачивают предыдущий слой. Но здесь советуется дождаться полного высыхания. Что значит полного высыхания? То есть, высыхание это имеет в виду поверхности сверху. Так-то он... Еще раз повторю. Цель та, чтобы меньше впитывал влагу в себя первый слой. Чтобы он не сосал как губка влагу со второго слоя. Потому что, если это будет происходить, у вас будет второй слой не успеет схватиться и высохнуть. То есть, это будет сушка, скажем так, от влаги. Никакая реакция не будет, да? Не будет гипсовой реакции. Потому что у штукатурок, у них идет намного дольше схватывание, да? У них там полчаса, час. Ну, то есть, по-разному. Многое зависит от влажности, многое зависит от температуры. Чем выше температура, тем быстрее схватывание. Вот. Много нюансов. Вот. И поэтому, если этого не происходит, соответственно, штукатурка у вас отваливается. А вы думаете, у вас она отвалилась из-за того, что вы нанесли слой на слой? На самом деле, она у вас отвалилась из-за того, что она иссушилась. Иссушилась, потому что второй слой ее всю влагу в себя забрал. Потому что гипс очень сильно тянет влагу. Это даже заметно, когда вот грунтуешь, красишь. То есть, если поверхность гипсовая, она очень сильно в себя впитывает воду. Поэтому нужно вот этот момент четко понимать, для чего это делается. Или написано загрунтовать. Но, опять же, загрунтовать не так, чтобы создать пленку. Потому что гипс тоже пленку не любит. Хотя многие говорят, что бетоноконтакт там. Но, честно признаюсь, я так тоже делал. Наносил даже на гипсолид бетоноконтакт. И сверху штукатурил. Как бы нареканий не было, но здесь есть определенный нюанс. То есть, вы должны обязательно на 100% быть уверены, что влажности не осталось в первом слое. Если влажность осталась, то этой влажности некуда будет деваться. И эта пленка со временем у вас отойдет. Вот этот бетоноконтакт. То есть, я считаю, здесь как бы спорный такой момент. Но я так тоже делаю. Поэтому, ну как бы нареканий никаких не было. До сих пор все, никаких проблем. Но здесь нужно быть осторожным. Я бы так сказал. Это что касается технологии волны. То есть, видно, что с одной стороны поверхность должна быть сухой. А с другой стороны предварительно смочите водой. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Давайте посмотрим технологию КНАУФ. В КНАУФе мы рассмотрим, значит, у нас КНАУФ РОДБАНД. Вот этот аналог волна слою. Вот. Значит, здесь я хотел посмотреть. Вот здесь имеется в виду такая вот рубрика. Преимущества. Обратите внимание. Нанесение за один намет шукатурного слоя толщиной до 5 сантиметров без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза. Вот. И здесь, кстати, написано туда чуть-чуть дальше. Посмотрю, как это все делается. Давайте посмотрим. Вот. На что хочу обратить внимание. Посмотрите. Применение где? Для потолков и стен из бетона. Вот. Также пенополистирола. То есть, даже пенополистирол можно этой штукатуркой гипсовой шпаклевать. То есть, это, грубо говоря, гладкая, а не впитывающая поверхность. Вот. Для гладких бетонных потолочных стеновых поверхностей. Также, смотрите, кто-то говорил, что нельзя штукатурить в санузлах. Написано. Для отделки помещения с нормальной влажностью. Также в кухнях и в ванных комнатах. С покрытием обеспечивают защиту от увлажнения. То есть, сверху вы покрываете. Потом там гидроизоляцией или плиткой. То есть, все это защищает. Вот. Так что вот наглядных... То есть, можно использовать во влажных. То есть, имеется ввиду на кухне, в ванной. Но, опять же, не чтоб лилась вода. Да. Какие-то там идут душевые поддоны, кабины. Там, понятное дело. Ну, то есть, там, где просто повышенная влажность. То есть, Кнауф Ротбан с этим легко справляется. Итак, дорогие друзья. В техническом листе Кнауф. Есть такая интересная графа. Внимание. Смотрим. Нанесение на стены дополнительного слоя возможно после полного высыхания первого. Для этого первый, еще не затвердевший слой, рекомендуется причесать. Штукатурным гремлем сделать шпательным былообразным бородом. После полного высыхания поверхность штукатурки обработать грунтовкой Кнауф. Метельнгрунт. Разведенный водой в соотношении. То есть, вот этот грунт, вот, он паропроницаемый. То есть, если характеристики посмотреть его, он является паропроницаемым. То есть, он не обычный, вот, никак обычный. То есть, он не создает пленки, он дышит. Вот это очень важно. Вот, кстати, основная причина, почему второй слой может отходить. То есть, когда мы делаем чересчур такую поверхность, что, как бы, плохо впитывается. Вот, дальше. Интересный еще такой момент, что можно использовать стеклосетку с армированием. То есть, отштукатуривать с армированием. Вот, стеклосетка. Армирование выполняется в местах стыков разнородных материалов. Так, вот. Использование стеклотканной сетки не может полностью защитить от вероятного появления трещин. Так, вот о чем хотел как раз тоже сказать. То есть, смотрите, здесь какая мысль. Мысль в том, что нужно грунтовать, да, здесь написано, при нанесении. То есть, после полного высыхания поверхности, вот, обработать грунтовку вот этой. И потом уже один к трем, да, и потом уже только наносить. То есть, грубо говоря, здесь вот так, по-моему, здесь написано, для чего это делается. Сейчас, секундочку. Вот, нашел. Во избежание неравномерного схватывания раствора, пересыхания или ухудшения сцепления. Вот, а также с основанием отштукатуримой сильно впитывающей поверхности. Например, газа, пенобетон, керамический, силикатный кирпич, также плиты, блоки. Так, то есть, те, которые сильно впитывают поверхности, необходимо обработать грунтовкой. То есть, для чего грунтовкой проходят? Для поверхности, которые сильно впитывают. Вот, как раз о чем я и говорил. То есть, чтобы не иссушался, не иссушался раствор. А вот про бетоноконтакт дальше написано. Плотные, гладкие, слабо впитывающие и не впитывающие влаги поверхности. То есть, что за поверхность? Бетон, цементные штукатурки, позагребневые и пенополистирольные плиты. Бетонные блоки, в том числе и ЦСП, можно обработать грунтовкой кнауф-бетоноконтакт. Для чего это делается? Для улучшения сцепления штукатурки с поверхности. Вот вам пленочный материал, видите? То есть, так как поверхность плохо пропускает, плохо впитывает в себя, да? То есть, в таком случае бетоноконтакт можно проходить. То есть, это дополнительно будет держать штукатурку. То есть, если вы не пройдете, у вас гладкая поверхность, у вас будет... То есть, штукатурка плохо держаться. Обратите внимание, позагребневые и пенополистирольные плиты. Можно проходить. Можно проходить. То есть, кто говорил, то есть, ЦСП можно проходить. Вот. Здесь сам завод советует. Поэтому не переживайте. То есть, какая цель? Цель в том, что штукатурка держалась. Но при этом обязательно пройдите, перед тем, как наносить бетоноконтакт, обязательно обычным грунтом глубокого проникновения. Вот. Чем примечательен еще вот этот вот кнауф метельгрунт? Тем, что он глубоко проникает. Он проникает у него... Он до 10 сантиметров проникает вовнутрь. Вот. Тем самым... При этом он дышит. Вот. Но опять же, здесь советуется разбавлять 1 к 3 для того, чтобы штукатурить. Вот. Поэтому, конечно, как говорится, можно маслом кашу испортить. Поэтому нужно тоже меру знать. То есть, если вы сделаете поверхность, и она у вас будет как стекло, то вам придется тогда проходить бетоноконтактным поверхностям. То есть, как бы смысл понятен. То есть, мы можем испортить поверхность грунтования. То есть, должна быть поверхность слабо впитывающей, слабо впитывающей. Для этого нужно проходить либо мультигрунтом вот этим, да, чтобы замедлить это впитывание. Вот. Ну, а если она вообще не впитывает, тогда мы проходим бетоноконтактным. Вот как говорит как раз инструкция к КНАУФу. Вот. И еще хочу обратить внимание. Давайте сделаем небольшой вывод. Что завод КНАУФ, что завод Волма допускает нанесение второго слоя на первый. То есть, когда мы штукатурим. Но при этом один завод говорит, что нужно полностью, чтобы высохла штукатурка. Полностью, чтобы вообще не было влаги. И загрунтовать его вот этифингрунтом. Да, это вот КНАУФ говорит. Только потом наносить второй слой. В случае завода Волма мы предварительно смачиваем поверхность. И дожидаемся полного высыхания. Вот. Но при этом мы тоже можем работать с грунтовкой соответствующей типу поверхности. То есть, вот здесь такое двоякое мнение. То есть, и можно смочить, и можно нанести грунтовку. Основной посыл, основная функция, вот если взять, к примеру, Волма. Это в том, чтобы уменьшить впитываемость второго слоя влаги. Чтобы меньше впитывал в себя влагу первый слой. Вот основной посыл в этом. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Поэтому я считаю, что... Давайте теперь немного вернемся к тому видео, которое началось. Из-за чего как раз все и началось. Вы много писали комментариев, что нужно обязательно дожидаться полного высыхания. Чтобы не было вообще влаги. Чтобы не было влаги. Вот. Я считаю, что да. То есть, поверхность должна быть уже... То есть, гипс должен схватиться. Некоторые писали, что нужно... Пока он еще не схватился, в течение 30 минут нанести второй слой. Вот. Но это не всегда возможно. Во-первых. Во-вторых. Вы не можете точно сказать, успели ли вы или нет. Потому что стена большая. Соответственно, где-то она схватилась, где-то нет. Получается, частично где-то у вас... По факту, что вы соблюли технологию. Где-то нет. Да. Если вот судить про это. То есть, мы даже не всегда за 30 минут наносим одну стену, если она большая. Да. Поэтому здесь некоторые вот такие нюансы. Они просто технически невозможны. Вот. Но что, значит, получается здесь, если у нас стена влажная? Что происходит с гипсовой штукатуркой? Во-первых, еще раз повторю, что лучше дождаться следующего дня. Я сейчас говорю вот о следующем дне больше. Потому что здесь есть крайности. То есть, там в течение трех-четырех часов. Там не меньше трех часов наносить второй слой. Да. Многие писали. Вот. Но я бы тоже не советовал эту крайность. По одной простой причине. Потому что очень большой такой избыток влаги. Очень много влаги в самом гипсе. И просто-напросто, на самом деле, поверхность практически не впитывает в себя второй слой. То есть, поверхность должна чуть-чуть впитывать в себя. Немного хотя бы. Да. То есть, умеренно впитывать. Вот если это происходит, то такая поверхность подходит. Если поверхность не впитывает, если она влажная, очень сильно влажная, то у вас не будет держаться второй слой. То есть, не будет впитываемость происходить. Должна происходить впитываемость в первый слой. То есть, вот основной такой посыл как бы идет. Если так по-простому объяснить, без всяких формул, без всяких заломных фраз. То есть, если поверхность в себя впитывает, значит, это нужно. Вот как раз мы достигли нужного момента. Но при этом, чтобы не так сильно впитывало. Если у вас полностью сухая поверхность, значит, нужно ее чуть-чуть загрунтовать. Вот именно, чтобы не слишком сильно она в себя впитывала. Если у вас она немного влажная, вот, то такая поверхность, в принципе, идеальна для того, чтобы наносить второй слой. Но еще раз повторюсь, что не должна она быть прям вообще мокрая. Потому что часто даже бывает проблема в чем? Что плохая вентиляция и может подолгу не сохнуть штукатурка. Даже могут стены течь. Особенно это касается зимой, когда, да. Вот здесь, конечно, в таких случаях ни о каком втором слое не идет речь. Мы сейчас говорим о стандартном, таком обычном высыхании стен. Когда они, появляются участки такие сухие, да. Вот как в данном случае у меня. То есть, она, то есть, где-то что-то влажное, где-то подсохло. То есть, вот в таком плане. То есть, в таком случае у нее впитываемость есть. Вот. И тогда можно наносить второй слой. Вот. Но, как мы сказали по примеру Волма завода, что если вы переживаете, что у вас слишком высохла поверхность, нужно ее смочить и дождаться, пока она высохнет. Честно говоря, такая странная формулировка. Я ее до конца так не понимаю. То есть, с одной стороны, ты должен ее смочить, но с другой стороны, ты должен дождаться полного высыхания. Но я так считаю. Они здесь имели в виду, что полное высыхание имеется в виду сверху. То есть, чтобы воды не было, да. Что когда вы наносите, чтобы вода была внутри слоя, да. То есть, туда проникла. Вот основной посыл в этом, чтобы меньше впитывало в себя влагу со второго слоя. Так. Ну, надеюсь, как бы так более обширно это мы все обсудили. Вот. Потому что вы много очень писали. И на самом деле это не совсем понятно. В плане того, как это пишет сам завод-изготовитель. Поэтому это вполне нормально. Вот. Относительно того, что гипс на гипс можно наносить нельзя. Можно наносить. И тот, и другой завод об этом говорит. Так что не переживайте. Вот. Ну, лишний раз лучше тогда дождитесь, если вы переживаете, что слишком влажная поверхность. Потому что... Вот у нас мы сколько наносили. Говорю, у нас не было нареканий. То есть, мы, в принципе, нигде не было так, что где-то что-то отошло. Никто не жаловался за 20 лет. Хоть здесь был один мастер, который писал... Писал, писал. Вот, по-моему, да? Семь ответов. Так. Да. Что он в течение 11 лет занимается механизированной штукатуркой. Большой опыт. Вот. Я не спорю. У всех свой опыт. Вот. Поэтому я прежде всего вижу, что как бы больших нареканий нет в этом. Да. Но лучше перестраховаться. Лучше перестраховаться. В принципе, все, что хотел сказать. Если какие-то вопросы остались, пишите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok